Йоп! Ян, как вам эта куртка? М? Бомбер. От американских бомбардировщиков. Смотрите, здесь даже есть вот remove before flight. Креативно. Эти куртки были модными лет пятьдесят назад. Я и сам хотел стать летчиком, пока не стал продавать трусы, потом монтировать, и вот у меня появился канал Topless. Да. Но секрет этой куртки на самом деле в другом. Внутри куртки есть листок, который называется blood cheat, или документ, спасающий кровь. Кровь, потому что этот незаметный листок, нашивка, реально спасала жизни. Если все плохо, самолет горит, и тебе приходится катапультироваться над вражеской территорией, ты выворачиваешь куртку и показываешь местным жителям эту надпись. Я гражданин США, и не говорю на вашем языке. Мне нужна ваша помощь в поисках еды и укрытия. Проследите, чтобы я добрался до своих людей. Мое правительство наградит вас. Удобно, правда? А еще и стильно. Да. Ну, может быть не сейчас. Сейчас уж не так уж и модно бомберы носить. После войны во Вьетнаме бомбер стал частью массовой культуры. Его носили все. От Марлона Брандо, который, кстати, на секундочку внезапно Рома Желудь, носил Джеймс Дин и даже скинхеды в пригородах Лондона. Сейчас это просто не модная куртка. Мода на них прошла в 2015 году. Наступило время гиперзвуковых истребителей и сверхтяжелых ракет. Пилоты носят костюмы, которые обжимают их тело, а космонавты — скафандры, в которых можно выжить в открытом космосе и ходить по другим планетам. Человек вышел из пещер, опустился под воду и поднялся в небо. А теперь целиться в Марс. Но началось все с ведра на голове. Сейчас вы узнаете, как человек изобретал себе вторую кожу, как сделать так, чтобы кровь не превратилась в шампанское, зачем космонавту ширинка, как разоблачить лунный заговор за 10 секунд и в какой одежде мы полетим на Марс, зачем нужен космический корабль в форме человеческого тела, зачем после спуска на 300 метров вас посадят на 2 недели в барокамеру и как обычное ведро превратилось в скафандр для Луны. Почему у меня на голове ведро из туалета? Потому что это первый предмет, с которым человек покорил другую среду. Надеваешь его на голову, ныряешь под воду и дышишь кислородом, который вот здесь вот. Такое проворачивали еще во времена Аристотеля. Секундочку, раз эта куртка не стильная сейчас и шумная, давайте ее поменяем на другую, вернемся. А что если взять с собой побольше воздуха? Целый колокол. Это так и называлось, водолазный колокол. Он позволял проводить на глубине несколько часов. Хочешь прогуляться по дну? Не проблема, пусть только твой друг в колоколе подержит шланг. Надеюсь, не слишком двусмысленно звучит. Заканчивается воздух? Держи бочку, которую тебе сбрасывают с корабля. Под воду теперь спускаются в водолазных костюмах. Вот один из первых. Смотрите, ведро превратилось в шлем, а тело защищало резина. А внутри доктор Комаровский прячется от всякой заразы. Только первый костюм был не очень герметичен. Голову приходилось держать все время прямо, чтобы туда не затекала вода. Чуть позже все дырки заткнули и появилось трехболтовое и двенадцатиболтовое водолазное снаряжение. Водолазы вошли в моду и даже флиртовали с красавицами. Сто лет назад журналы учили, как собрать шлем из корпуса водонагревателя или банки из-под печенья. Что в этом выпуске делают халберы. А на пляжах стали появляться дайверы-самовучки. Главное, чтобы кто-то оставался на берегу и подкачивал воздух. До этого погружение под воду было дело профессионалов или фриков. Но все изменилось в сорок третьем году. Когда Жак Ив Кусто и Эмиль Ганьян изобрели акваланг. С помощью этого изобретения глубина стала доступна каждому. Дайверы говорят спасибо. Окей, акваланг сделал дайвинг доступный каждому. Но и сделал его опасным. Все дело в декомпрессии, из-за которой ваша кровь превращается в шампанское. Когда вы опускаетесь глубже 30 метров, воздух силой вдавливается в кровь и растворяется. Если потом резко всплыть, воздушные пузырьки начнут выходить наружу и ваша кровь закипит, а легкие разорвутся. Поэтому дайверы считают по таблицам или на наручном компе, когда и как долго нужно делать остановки под водой. Есть ли еще выход? Да, брать с собой под воду нитрокс. Это такой воздух, где больше кислорода и меньше азота. С ним у вас больше шансов, что ваша кровь не превратится в шампанское. Но и здесь есть предел. Опускаешься ниже там 30, 50 и даже 100 метров с нитроксом, это еще ок. А вот если ты опустишься с эквалангом на сумасшедшие 300 метров, поработаешь на такой глубине, а затем поднимешься вверх, посидеть в барокамере две недели придется. Да, пока из крови не выйдет весь растворенный газ. Да, одно погружение может сделать тебя неприспособленным к земной атмосфере на две недели. Этого ужаса можно избежать и погрузиться еще глубже. Только если у тебя внутри твоего костюма будет давление такое же, как и на земле. Но называться это будет уже не водолазный костюм, а нормобарический скафандр. Вот как выглядела первая попытка из 19 века. Этим латом позавидовал бы любой рыцарь. Теперь махина стоит в Парижском музее, и именно ей вдохновлялись разработчики игры BioShock. Вот только полоски свиной кожи между пластинами так и не сделали его герметичным. Зато это получилось у Честера Макдаффи в 1914 году, когда он выковал вот такую махину из 200 килограмм алюминия. В таком ты не очень, да, погуляешь, согласен. Другие водолазные костюмы того времени тоже были похожи больше на марсианы старых фильмов, чем на реальную технику. Однако в них, например, уже успешно поднимали слитки из затонувших кораблей. Потом началась Вторая мировая война, и на войне хватало обычных водолазных костюмов, но после стали торговать нефтью. И вот чтобы добывать нефть на больших глубинах в море, в океанах, понадобились скафандры. И вот здесь скафандры делают очередной левел-ап. Изобрели знаменитый Джим Сьют. Морской биолог Сильвия Эрл спустилась на нём на рекордные 381 метр и гуляла по морскому дну целых два с половиной часа. Выглядит скафандр мощно, поэтому именно в него одели злодеев Джеймс Бонди. А вот скафандры Экзосьют и Хардсьют 2000. Они выглядят так же, и в них любой человек без подготовки может опуститься на 600 метров. Это на 200 метров глубже подводных лодок. Двигаться в такой махине помогает моторчик на спине, как у Карлсона. А кислорода хватит на два дня прогулок по дну. В нём можно полететь даже в космос. Правда, в таком скафандре полететь в космос очень дорого, да? Придётся поднимать вот эти все сотни килограммов наверх. С водой мы разобрались. Кто там? Кто там? Я не знаю, кто это. Он как-то через домофон прошёл. И консьержи миновал. Я прям чуть-чуть приоткрою. Не открывай. Ты же не знаешь, кто это. Чего ты боишься? Это он. Он пришёл за нами. Да нормально всё будет. Открывай. Открою. И закрою. Нет, блин. Гостей пускать надо. Сука, нет. Ну, короче... Я открываю. Надо. Надо открываю. Надо. Рейд Шэдоу Лэженс. Снова вседля. Никаких соплей единорогов. Только реализм, тёмное фэнтези и сражения. В жопу всяких плей. Полгода играю и не надоело. Нет, нисколько. Завалил дракона с демоном. Обоссал. Унизил паучиху. Потаску. И прокачал орка до предела. Больше не лезь. Теперь ваша очередь. Вам никуда не деться. Он везде. Ведь рейд появился на ПК. Сиди дома тебе. Прокачивайтесь в режиме мультибоя с телефона. А потом всем кланам валите босса с комба. Кину в топку 15 героев. Чтобы прокачать своего перса. Да. Здесь можно и так. И не только так. Мой нив. Голый скакун 1827. Рейд кормит весь ютуб. И меня тоже. Поддержите этот выпуск. Скачав Рейд. Шэдоу Лэдженс. Только по моей ссылке в описании. Только по моей ссылке. Только по моей ссылке в описании. Только по моей ссылке в описании. Хорошо успокойся. Ладно? Только по моей ссылке в описании. Что там по твоей ссылке в описании? 50 тысяч серебра и эпический чемпион. Не обманываешь? Нет. Там не обманывают. Нет. Никто не пожалеет. Только по моей ссылке в описании. Да. Спасибо. Так, со мной все в порядке. Продолжаем. Для человека 600 метров это максимум глубины. Дальше только в железной банке. Когда в 60-м батискав Триест опустился на дно Марианской впадины, вода как стихия была официально покорена. К тому времени человек уже как полвека научился летать и активно осваивал воздух. Там тоже нужна была своя одежда. Первые самолеты летали так низко, что никакой особой экипировки не требовалось. Разве что теплая куртка, шапка, шарф и очки для защиты воздуха. Для больших высот нужны были еще кислородные маски. Все было ок, пока авиаторы не уперлись в потолок. С 15-ти километров давление воздуха не дает сделать вдох даже в маске. А с 19-ти километров в организме начинают кипеть все жидкости. Выхода было два. Либо забивать все дырки в самолете, либо герметизировать самого пилота. Решили пойти по второму пути. Да и правильно, ведь тогда, на тот момент, герметичные костюмы уже существовали. Да, правда, водолазные. В них и стали одевать пилотов. Выглядит реально так, будто водолазы зачем-то собрались в небо. В похожем костюме пионер авиации Уайли Пост в 35-м году сумел подняться на 15 километров, приземлиться и стать национальным героем. Это был успех. Первый настоящий летный костюм. Его хватило для самолетов того времени. Пока в конце Второй мировой войны не появились реактивные самолеты. Они летали гораздо быстрее, выше поршневых. Но главное, их кабины были герметичными, то есть давление воздуха в них было как на земле. Можно вылезать из громоздких водолазных костюмов. Но нет, не совсем. Если произойдет разгерметизация, например, пуля попадает в стекло или ты врезался в птицу, стекло треснуло, все, шансов выжить у тебя нет. Сначала понимаешь, как кипит слюна на языке, ты это чувствуешь, и тут же теряешь сознание. Такая себе смерть. Нужна была какая-то подушка безопасности. И ее изобрели. Это высотнокомпенсирующий костюм. Вот как он устроен. Вдоль рукавов и штанины идут трубки, соединенные лентами. В случае разгерметизации в трубке залетает воздух. Костюм надувается и обнимает пилота. Так поддерживается давление воздуха и крови. То есть, если раньше на тебя давил воздух, то теперь давит весь костюм. Смотрите на это фото. Вода кипит. А пилоту все равно. Он как будто бы вот на скучной лекции сидит. Осталось решить вопрос с супер самолетами. Вроде Lockheed Blackbird, который летит в три раза быстрее звука. Или X-15, который поднимается на 100 километров. При катапультировании у пилота просто не было шансов выжить. Что делать? Можно выбросить его в защитных капсулах. А можно надеть скафандр. Вот так техника, которую использовали под водой, вновь вернулась в небо. Правда, работала она по обратному принципу. Когда не среда давит на тебя снаружи, а ты давишь на вакуум изнутри. Да, все правильно. Водолазный костюм с помощью нескольких модификаций превратился в костюм космонавта. Для Гагарина сшили СК-1 или скафандр космонавта 1. А для Терешковой СК-2 с дополнительным местом для груди и женских бедер. Они состояли из двух слоев. Герметичного, который не пропускает воздух. И силового, который держит форму при давлении. Тепло не приходит снаружи и не уходит изнутри. Ты как чаек в термосе. Но оранжевый цвет нужен для заметности. Потому что Гагарину приходилось спускаться на парашюте. Он мог приземлиться где угодно. Так появились EVA-скафандры. Первые. То есть одежда для работы внутри космического корабля. Которая спасала от разгерметизации. В такой не выйдешь в открытый космос. Руки и ноги раздуются. И ты будешь похож на шарик, медленно остывающий в космосе. Поэтому инженерам нужен был новый скафандр. По сути, космический корабль, повторяющий форму тела. Они добавили скафандру СК-1, второй гермослой и ранец с кислородом. В шлем поставили фильтр от солнца. А верхний оранжевый слой заменили на теплоизоляцию. Так родился скафандр Беркут, в котором Леонов как раз и вышел в открытый космос первым. Буквально через пару месяцев американец Эд Уайт повторил этот трюк. И в похожем абудировании вышел в открытый космос. Но вторым. СССР первыми запустили человека в космос. И первыми же выпустили его в открытый космос. Да? Уууу, победа, победа. США... США нужно было отыграться как-то. И единственный способ это сделать — это запустить человека на Луну. Вдохновляет, правда? Это очень амбициозная цель даже для сегодняшних дней. И для этой цели нужна была новая одежда. Новый скафандр. Лунный скафандр. Как ни странно, его сшила компания по производству нижнего белья. Это, по сути, было два скафандра. Один в другом, как матрешка. Внутренний гермокостюм поддерживал давление, а внешняя оболочка держала тепло и защищала от маленьких метеоритов. А вот совсем у тела проходили трубки с охлаждением. И если в предыдущих скафандрах максимум что-то мог сделать — это болтаться в открытом космосе и передвигать вот так вот руками еле-еле, то здесь ты мог передвигаться по другому космическому телу, ходить по поверхности, ходить. Вот это да, это вообще новый уровень. А теперь моя любимая загадка для любителей лунного заговора. Смотрите, вот скафандр Армстронга в музее, а вот отпечаток ноги на Луне. А, видите, они разные. Шах и мат, американцы. Говорят те, кто не знает, что ботинки для скафандра шли отдельно. Вот их надевают астронавты. И подошва у них как раз ребристая. У СССР тоже была лунная программа, но только в Советском Союзе не человек одевал скафандр, а скафандр человека. Как? Вот так. В скафандр кречет нужно было заходить сзади, через дверь. Типа как заходить в холодильник. 20-й век, конечно, был удивительным. Пожалуй, единственное время, когда одежду, которую будут носить всего несколько человек, разрабатывали целые государства. Сейчас скафандры стали практичнее и удобнее. Русские летают на Соколе. Забавный факт. В последней модификации ему убрали ширинку, и космонавты не смогут больше мочиться на колесо автобуса перед полетом. В открытом космосе сегодня носит скафандр Орлан, с такой же, как у Кречета, дверкой сзади. Внутри у него жесткая кераса и мягкая защитная оболочка. Им в спину дышат частные компании. SpaceX разрабатывает корабль Crew Dragon, для которого специально сшили самый модный скафандр. Его делал дизайнер костюмов Бэтмена и Человека-паука, но вышло что-то похожее на Daft Punk. А Боинг, наоборот, не стал выпендриваться и пошел по пути удобства и функциональности. Для экипажа своего старлайнера компания разработала скафандр с мягким шлемом. Костюм не требует дополнительного охлаждения и весит всего 4 килограмма. И если раньше астронавты, допустим, на Луне неловко прыгали и постоянно падали, то с новым скафандром справляется даже маленькая девушка. Вся аппаратура вынесена назад. Двигать руками можно на 180 градусов, а заходить в скафандр со спины прямо из ровера, без шлюза. Однако, летные, обнимающие тело костюма никуда не ушли. В Бью Сьюте вы похожи на Человека-паука, и его ткань прилегает прямо к телу без воздушной прослойки. И ничего не стесняет движения. Возможно, именно в этой одежде мы полетим на Марс. И это произойдет уже скоро. Я уверен, что мы обязательно сделаем об этом выпуск ТОПЛИС. Я хочу сказать одно. Задумайтесь. Люди 100 тысяч лет назад одели шкуры, звериные шкуры, и пошли на север. Туда, где не было еще ни одного примата. Туда, где было ужасно холодно и невозможно было там жить. То есть, прямоходящая разумная обезьяна не стала дожидаться, пока эволюция даст ей шерсть и слои, и сама оделась и пошла. Так, из человека прямоходящего и человека разумного она превратилась в человека подводного, воздушного и космического. И также, обычное ведро на голове превратилось в скафандр, защищающий нас на Луне. Офигеть, и как обычно, прокачивай свои мозги. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok